Общее сведение. Трещины сосков, дефект, повреждение целостности кожи на сосках молочных желез, проявляются резкой болезненностью с радиацией в лопатку при кормлении ребенка, могут осложниться инфицированием ранок, развитием кандидоза на соске, мастита. При инфицировании трещин есть опасность заражения ребенка при кормлении. Могут привести к отказу от грудного вскармливания. Медицина безоговорочно признает преимущество грудного вскармливания перед искусственным и рекомендует всем здоровым матерям по возможности кормить грудью, даже если это доставляет женщине определенные неудобства, дискомфорт вплоть до болезненности при кормлении в первые дни при разработке сосков и протоков молочных желез. Чаще всего эти проблемы исчезают спустя несколько дней, и кормление перестает причинять боль. Однако иногда в результате неумелого прикладывания младенца груди возникают трещины сосков. Помимо нарушения техники вскармливания, появлению трещин на сосках могут поспособствовать гиповитаминозы, общие недомогания. Трещины часто возникают у женщин, имеющих от природы втянутые недоразвитые соски, чувствительную легкоранимую кожу, ослабленную нервно-мышечную систему. Легковозбудимый младенец может повредить сосок при кормлении, развитию трещин может поспособствовать недостаточная гигиена сосков. Трещины сосков Причины появления трещин сосков Основная причина появления трещин – это недостаточный захват ребенком груди во время вскармливания. При правильном приложении в груди сосок упирается в небо, младенца в фиксированном неподвижном положении, ребенок сдавливает шлюстями. Околососковый кружок, способствуя истечению молока. При этом нижняя губа ребенка подвернута. Если сосок не вложен на должную глубину, то он оказывается на языке, приобретая подвижность. Нижняя губа травмирует сосок и ореолу. А челюсти сжимают грудь в самом чувствительном и легко повреждающемся месте. В результате постоянного раздражения участков соска и ореолы происходит повреждение кожных покровов, образуются трещины. При неправильном вскармливании не имеет значения продолжительность кормления, даже если следовать рекомендации акушеров и кормить. Не более трех минут, регулярное раздражение нежных участков соска все равно приведет к его повреждению. Правильно приложенный к груди младенец может сосать грудь любое количество времени и не вызвать никаких повреждений у матери. Второй распространенной причиной возникновения трещин соска может быть неправильное отнятие ребенка от груди. Зачастую при кормлении мамы не поддерживают ребенку головку, а также располагают его животом не к себе, а вверх. В результате по окончании кормления ребенок отворачивается от груди, зажимая сосок в челюстях. Возникает давление на области соска, для этого не предназначенные. Так же происходит, если мама вытягивает у малыша сосок и ребенок пытается его удержать, сжимая челюсти. Таким образом, правильное положение ребенка при вскармливании – удерживать младенца животом к матери, как можно ближе к груди и поддерживать головку. Если есть необходимость прервать кормление и раньше, чем малыш сам выпустит сосок, то необходимо зафиксировать при открытой челюсти. Введя между ними чистой мизинецей, после этого достать сосок. Еще одной нередкой причиной может стать излишне частое мытье сосков. Современная медицина не поддерживает необходимость мыть грудь после каждого кормления. При частом мытье с сосков смывается их естественная смазка, которую выделяют специальные железы в коже ореолы – железы Монгомери. И соски утрачивают один из природных защитных механизмов. Эта смазка помимо смягчающих свойств, обладает антисептическим эффектом и защищает соски от многих микроорганизмов. Для соблюдения правил гигиены достаточно соблюдать обычный ежедневный туалет груди. Также устарела рекомендация смазывать соски с трещинами зеленкой. Эта мера хоть и обеззараживает область трещин, только усугубляет раздражение кожи и способствует возникновению новых повреждений и прогрессированию имеющихся. Помимо прочего, врачи не рекомендуют кормящим матерям постоянное ношение проклада для груди, которые намокают, становится благоприятной. Средой для бактерий раздражают сосок. При выделении молока лучше использовать подкладки из натуральных, дышащих тканей. Трещины могут развиться и при кормлении более взрослых детей в результате укусов прорезавшимися зубками. Возникновению трещин сосков способствует развившаяся молочница. Симптомы трещин сосков Трещины сосков представляют собой единичные или множественные повреждения кожи разной глубины одного или обоих сосков. Трещины могут быть поверхностными, а также углубляться в подкожные слои. При повреждении подкожной капиллярной сети трещина может кровоточить. Присоединение инфекции вызывает воспаление сосков, инфильтрация тканей, гиперемия, образование эрозии изъязвлений, гнойного отделяемого. Инфицирование трещин, в особенности грибковой этиологии, может послужить причиной развития мастита. Характерно выраженная болезненность поврежденных кожных покровов, усиливающаяся при кормлении и нередко заставляющая матерей прекратит вскармливание. Осложнение трещин сосков Трещины сосков осложняются присоединением инфекции с развитием воспаления молочных желез мастит, вплоть до формирования гноеродного очага. Инфекция может передаться от матери ребенку. При подозрении на инфицирование сосков, покраснение, отечность, повышение температуры в области воспаления, а также общей температуры. Тело Необходимо немедленно прекратить кормление грудью и вскармливать ребенка прошедшим тщательную пастеризацию с цежным молоком. Лечение трещин сосков При возникновении трещин сосков в первую очередь необходимо определить и устранить причину их развития, после чего применять в лечении средства и методики, способствующие скорейшему заживлению травмированных кожных покровов. Кроме того, проводят мероприятия, направленные на предотвращение инфицирования сосков. Если повреждения соска незначительные, можно смазать ореолу и сосок выдавленным молоком и подождать до полного высыхания. Способствует заживлению воздействия воздуха и солнечного света, в умеренных количествах, поэтому можно ненадолго оставлять грудь открытой. Витамин Е Облепиховое масло наносит на грудь для ускорения регенерации. Смазывают поврежденную кожу и оставляют подсохнуть на 5-10 минут. Смывать эти средства нет необходимости. Заживляющие мази и крема с декспантенолом, ланолином. Крем также наносится на сосок в небольшом количестве, оставляется до полного высыхания и не смывается. Глубокие трещины сосков стоит обработать заживляющим гелем, который вкладывается непосредственно в рану и способствует заживлению. Из физиотерапевтических процедур при трещинах сосков применяют уфотерапию, УВЧ и СМТ.